Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале НДС с последними событиями в студии Махач Курбанова. Коротко о главном. Задержаны и травмированы. Таковы последствия земельного конфликта в селе Красноармейское, произошедшего накануне. На месте ЧП побывали и наши коллеги. Нерешенные вопросы длиной в десятилетия. Теперь и жители поселка Ленинкент в поисках условий для достойной жизни вышли на главную трассу. Профессиональный долг и опыт. В Лакском районе главврач, заведуя больницей, при нехватке кадров может сделать не только сложную операцию, но и сесть за руль скорой помощи. Подробнее об уникальном человеке сегодня. В Буйнакском районе Дагестана обрушился мост. Пострадавших нет, сообщает в администрации района. Мост был установлен над рекой Атлан-Озень и вел в селение Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Предварительная причина обрушения – падение опоры конструкции из-за нагрузки. Сейчас мост оцеплен. Местные жители могут воспользоваться объездной дорогой. Сооружение находится на балансе органов исполнительной власти республики. Поэтому местные власти не могут самостоятельно принимать решение о ремонте. Однако в администрации района сформирована спецкомиссия вместе с балансодержателем сооружения, которое и примет решение о дальнейших действиях. Задержаны около 30 человек. Более 20 людей получили травмы среди пострадавших как представители силовых структур, так и местные жители. Таковы последствия вышедшего за рамки разумного земельного спора в поселке Красноармейское, который накануне вылился в противостояние с печальными последствиями. Моя коллега Патимат Ханапова выехала на место и узнала причину конфликта, который не могут разрешить уже годами. Дубинки, слезоточивые газы, даже резиновые пули. Все это, по словам местных жителей, применяли силовики. Это Ислам Магомедов, инвалид с рождения. По словам матери, в потасовках он даже не принимал участие. Просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Состояние вообще тяжелое. Он выяснилось, дрожал. И весь этот опухший нос, этот поломанный, здесь эта трещина получилась. И весь спина красная. И при том, 8 человек его избывали. Причиной конфликта, по словам местных жителей, стали строительные работы, проводимые на этих землях. Немного истории. В этом поселке проживают переселенцы из села Верхние Убеки Левашинского района. Как рассказывают старейшины, на их долю выпало множество испытаний. Сначала, в 1944 году, их выселили в Чечню. А в 1957 году разрешили вернуться обратно. Сельчане утверждают, что именно тогда власти и обещали отдать эти участки им. Они даже вели на них сельхозработы. А с 1957 по 2020 год напрашивается вопрос, где же были эти хозяева, которые сейчас выставляют за хозяевом. Где они были до сих пор? Они обрабатывали, они сеяли. Почему они никогда о себе не давали знать? Мы не знаем, кто это. Мы с кем воюем, сами не знаем. Понимаете? Мы когда подходим и говорим им, кто у вас есть представитель, у вас есть решение суда, чтобы вы эту землю, вы ваша, вы можете объяснить нам, народу? Нет, они вот так, как мертвые стоят с щитами, нас туда не пускают. Идите там, разбирайтесь. Путаницу, возникшую с этими землями, подтверждают и представители мэрии Махчкалы. По их словам, многие участки здесь имели неопределенный статус и на них претендовали несколько сторон. Сейчас же вопрос решается в судебном порядке. Прокомментировали ситуацию нам и в Росгвардии. В нем отмечается, что угрозу жизни и здоровью окружающих создавала группа из числа местных жителей. Росгвардейцы утверждают, что именно они провоцировали силовиков и даже нанесли некоторым увечья. Сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в поселке Красноармейска Кировского района города Махачкалы, где проходят работы по межеванию земельных участков. Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих. Сейчас Следственный комитет начал расследование по данному факту. Возбуждено уголовное дело пока лишь за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц и привлечение к их уголовной ответственности. Не проигнорировал инцидент и глава Дагестана поручил уделить особое внимание всем земельным конфликтам, рассмотреть их и провести профилактику. У нас не раз возникали споры, недоразумения, противостояния в связи с решением вопроса о принадлежности земли к тому или иному собственнику. Обратите на это, пожалуйста, внимание. На все земельные конфликты проводите профилактику. Решение может быть только одно – в судебном порядке. Все, что будут пытаться решить силовым путем, понесут ответственность. Нельзя допустить вот такого вот само правства. Это возврат в прошлое. Эта земель на проблеме более 10 лет, и подобных спорных участков в Дагестане множество. Такого рода противостояния для республики могут вылиться в серьезные проблемы, если вовремя не разрешать спорные вопросы. Ведь на фоне якобы несправедливого разделения земель начинают разгораться конфликты, приобретающие самую разную окраску. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Жители четырех микрорайонов поселка Ленинкент вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство администрации города Махачкалы. Они жалуются на отсутствие элементарных условий для жизни. Но самая главная проблема на сегодняшний день, по их словам, разбитая центральная дорога. Десятки лет решение вопроса не сдвигается с мертвой точки. Подробности знает Хамзанур Магомедов. «Заезд нет, газа нет, свет тоже частный, хотя элементарные, можно же условия создать». Взрослую женщину чуть не унесло порывом ветра, смешанного с пылью и мусором. Здесь, где собрались возмущенные люди четырех микрорайонов Ленинкента, неблагоустроены улица, отсутствует канализация, перебой из подачи воды, газа и света. «Первое письмо, которое пошло, адресован Салман Дудаеву. Обращались с 7 ноября 2019 года. Ни один не обращался, весь жамаат. От имени жамаат это все, подписание бумаги. Вот, второе письмо. Обращались начальнику управления ЖКХ Гусенову. Вот письмо. Это было обращение тоже в 2019 году. Ноль реакций, никаких решений нет». Эти и многие другие обращения по благоустройству до Куспаринской улицы жители Ленинкента направили во все ответственные за решение проблем инстанции. Протяженность улицы 2,5 километра. Она центральная. Людям обещали провожить здесь асфальт, но пока все только на бумаге. «Зимой здесь в резиновых сапогах мы ходили, по полтора-два километра. Здесь нет ничего, абсолютно никаких условий. У нас здесь нет ни садиков, 50 человек вместимых садиков на 40 тысяч населения в поселке. У нас здесь нет вообще больницы. У нас поликлиника, она в плачевном состоянии. Если два человека пройдут по коридору, невозможно ходить. Первый быт на общине. Первый быт на общине. Проблем в этом микрорайоне поселка много. Но жители просят решить хотя бы один самый болезненный вопрос. С асфальтированием дороги. В администрации города нам сообщили, что из-за сложности и объемности работ по асфальтированию и облагораживанию улицы до Куспаринской, сдачу объекта перенесли на следующий год. Заложено на эту дорогу более 50 миллионов рублей финансирования. А на это уже средства как-то выделены? Предварительно, да. Сюда дорогу делать необходимо просто делать. Да, она нужная дорога. Но учитывая то, что сроки, как говорится, уже конец года, в принципе, физически сделать просто не успеем. Поэтому, говорит, что принято решение главой города перенести ремонт дороги на будущий год. Представитель администрации отметил, что проблемы по благоустройству улиц в поселке решаются постепенно. За три года заасфальтировано четыре дороги. Провожен водопровод и ливневая канализация на отдельных улицах. Жители четырех микрорайонов не теряют надежду на местную власть и готовы помочь ей в благоустройстве своего населенного пункта. Однако, если проблему не начнут решать, возмущенные ленинкенцы намерены собраться уже на центральной площади. Куда смотрит это руководство? Василий, уважаемый, мы к вам обращаемся. Разберитесь всех. Более 50 тяжелобольных детей уже получили помощь в новом детском палеоативном отделении. Напомним, оно открылось в июле на базе детской городской больницы. Стационар рассчитан на 20 коек. Здесь находятся дети от рождения и до 18 лет, страдающие тяжелыми заболеваниями. Этих маленьких пациентов нельзя вылечить, но им можно помочь жить комфортно. Палеоативная помощь оказывается в рамках комплексного обезболивания тяжелых пациентов. Это все то, что помогает улучшить качество жизни неизлечимо больных, позволяет сгладить тягостные проявления болезни. В настоящее время помощи медиков получают еще 20 детишек. Отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием. По словам главврача, маленькие пациенты обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Проблем с лекарствами отделение не испытывает. Палеоативное отделение обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами. Дети получают лечение в полном объеме. Имеются антибиотики, гормональные препараты, препараты для контроля болевого синдрома. Очень большой выбор препаратов. Противосудорожные препараты, пробиотики. Необходимость этих препаратов заключается в том, чтобы у особенных детей очень много сопутствующих патологий. Что необходимо держать под контролем состояние ребенка. В преддверии наступления холодов возникает актуальный вопрос ожидателей второй волны коронавируса. Многие в панике, ведь даже последствия первые оказались разрушительными. Но не в Лакской центральной районной больнице. Пандемию, по мнению жителей района, там удалось пережить с минимальными потерями благодаря профессионализму врачей. В частности, главврач Абдурагим Дибиров в условиях нехватки кадров сам выезжал на вызовы на скорой помощи. Подробнее расскажет Хадиж Курбанова. За рулем машины скорой помощи не просто водитель, а целый главврач. Обход Абдурагим Дибиров делает не только внутри больницы. Он регулярно посещает на дому пациентов с хроническими заболеваниями. И в каждом доме его встречают как долгожданного гостя. У Бутая Бутаева онкологическое заболевание печени, а месяц назад он еще и коронавирусом заболел. Говорит, что даже не думал, что сможет так быстро оправиться, ведь мужчина очень тяжело дышал. Сильная дышка, вообще не мог ходить. Потом меня приехала скорая, вызвали. Прям на руках отнесли на скорую. Я даже не ожидал. Чего не ожидали? Что так быстро у меня все наладится нормально. Таких больных Абдурагим Дибиров посещает ежедневно. Старается ознакомиться лично с каждой историей болезни. В районе Дибирова называют немного странным, ведь он отказался от служебной машины. Теперь его УАЗ-патриот возит анализы в Махачкалу ежедневно. Отказался он и от хорошей работы в столице нашей страны. Приехал в родное село из Москвы и уже несколько лет заведует Лакской центральной больницей. Я приехал сюда в 2013 году, в Лакскую больницу. Приехал, потому что папа у меня болел. И мне нужно было с папой побыть какое-то время. Но выполнить, скажем так, свой сыновь недолг. И, будучи врачом, мне было это легко делать. И за этот период времени я настолько привыкла к СКЦРБ, что уже себе без нее не мыслил. Я все время думал, что, наверное, нашим людям тоже нужна квалифицированная медицинская помощь. И мне хотелось, чтобы здесь, в районе, была уровневая медицина. Патриотизм Абдурагима Дибирова оказался заразителен. Большая часть персонала больницы – молодые специалисты, которые, вопреки стереотипу о том, что молодежь покидает села, наоборот, вернулись на малую родину. Кто из соседних районов, а кто-то даже из столицы республики. Магомед Гусейнов, например, приехал из Шамильского района. Основной мотив – перенять опыт лучшего, по его мнению, хирурга. Я хотел перенять его опыт. Я знал, что он долгое время работал в Москве. Преподавал на кафедре, был доцентом кафедры. Работаю здесь по программе «Земский доктор». Я получил миллион рублей от Минздрава. И, вы знаете, я не жалею ничуть, что переехал сюда. Сегодня врачи Лакской ЦРБ также стоят на страже. Держат оборону против злочастного вируса. За стенами ЦРБ с диагнозом COVID-19 находится 24 человека. Каждый день поступают как молодые люди, так и возрастные пациенты. Поступила. У меня температура была. Мне казалось, почки. У меня раньше были проблемы с почками. Попострение было. Я сама в скорую помощь обратилась. Уложили. Ну, два-три дня плохо было. Потом уже лучше, лучше. Сейчас уже хорошо. Чувствую себя нормально. Уже 6 дней прошло. Лечение тоже. Здесь нормальные врачи. За период первой волны здесь зафиксировано всего два случая смерти. В больнице связывают небольшой показатель смертности в сравнении с другими муниципалитетами с тем, что зараза пришла в район несколько позже. За это время врачи успели подготовить и коечные места, и сделать запас лекарств, и обеспечить себя сизами в нужном количестве. Мы работали с сменами по 14 дней. Семью не видели, можно сказать, в пределах этого времени. Но как-то дружный коллектив, поэтому было не так сложно. Пока коллектив относится к работе с интересом и осознанием долга, другого результата и быть не может, считает главврач. Он уверен, храбрости и профессионализма медиков хватит и на вторую волну, которую бы так не хотелось вновь пережить. Но, тем не менее, резерв для этого подготовлен. В запасе их коечный фонд и лекарственные препараты. Но самое главное – оружие медиков. Искренняя готовность всегда прийти на помощь. В России вступили в силу новые правила проверки бытовых счетчиков. Об этом сообщает Росстандарт. Теперь факт проверки будет подтверждаться только в электронном виде. Бумажные свидетельства о проверке будут выдавать только по желанию. Они будут носить информационный характер. Результаты метрологических работ будут вносить в реестр. Владелец счетчика сможет получить доступ к результатам проверки в разделе, указав заводской номер счетчика. Жильцам нужно будет только ознакомиться, как работает реестр. Никаких других действий предпринимать не нужно. 35-е место в мире по производству капусты занимает Левашинский район. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского Минсельхозпрода. По данным ведомства, в Дагестане ежегодно производится порядка 700 тысяч тонн капусты. Из них 400 тысяч собирают на полях Левашинского района. Во многом такой показатель связывает со значительно возросшими размерами субсидий на развитие овощеводства. Направление активно стимулируется. Если раньше субсидии на производство овощных культур составляли 10 тысяч рублей, то сегодня они доведены до 25 тысяч. И по данным Минсельхозпрода региона будут еще увеличиваться. Кавказские игры в этом году вновь пройдут в Грозном. 11-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа состоится с 23 по 25 октября. Об этом сообщил заместитель министра спорта России Одесса Байсултанов на заседании уркомитета мероприятия. Ранее запланированным местом проведения фестиваля значился Черкесск. Причина переноса спортивных игр в Грозный объясняется более благоприятной эпидемиологической обстановкой в Чечне. Также сообщается, что в этом году на площадках фестиваля не будут размещены национальные подворья регионов-участников. Также может быть сокращено количество видов спорта. Ежегодно спортсмены состязались в 12 дисциплинах. По словам организаторов, в то же время увеличится число регионов, участвующих в фестивале. К субъектам СКФО добавятся Крым и Севастополь. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь, смотрите нас в YouTube, в Instagram. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!